Это пульсня по скрипту. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. И приготовить чечевичное рагу, чечевичный бургер, в конце концов, чечевичную пасту, советует Адамс. С легкой руки градоначальника все госшколы Нью-Йорка отныне предлагают ученикам помимо обычного веганское меню. Мэр Адамс как-то обмолвился. Он исключил мясо из своего рациона в 2016 году и сделал это после того, как ему поставили диагноз – диабет второго типа. В 2020-м Адамс даже написал книгу под названием «Наконец-то здоров». Полный отказ от животных продуктов – эффективный способ уменьшить свой углеродный след, утверждают экоактивисты. Животноводство считается одним из крупнейших источников парниковых газов. На его долю приходится больше выбросов, чем на весь транспорт – наземный, морской и воздушный. Например, при производстве одного килограмма говядины выделяется около 27 килограммов углекислого газа. Для сравнения, в случае с чечевицей этот показатель составляет полкило. По словам ученых, если бы население планеты перешло на растительную пищу, выбросы парниковых газов сократились бы на 70%. За 2019 год веганы спасли от забоя примерно 3,5 миллиона животных. Для многих именно это остается ключевым фактором в решении перейти на растительный рацион. Скептики говорят, что отказ одного человека от продуктов животного происхождения ни на что не повлияет. К слову, именно из-за веганов обанкротился крупнейший производитель молока – Дин Фудс. На протяжении последних десятилетий потребление традиционного молока снижается, тогда как спрос на альтернативное растительное молоко из овса, сои, миндаля, риса и кокоса растет. Ученые выяснили, что массовый переход на веганскую диету поможет избежать около 8 миллионов преждевременных смертей в год. Это связано с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров в животных продуктах. А сотрудники Массачусетской больницы в Бостоне подсчитали, что замена куриных яиц на растительный белок снижает вероятность смерти на 19%. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов фрукты и овощи улучшают эмоциональное состояние и помогают бороться с депрессией. Австралийские психологи провели интересные исследования. Они изучили связь между рационом и запахом тела. В качестве волонтеров пригласили мужчин в возрасте 18-30 лет. В течение двух дней они носили белые футболки, вели дневники питания и тренировались в зале, но не могли пользоваться дезодорантом и мылом. После завершения эксперимента одежду и все записи отправили в лабораторию, где 9 женщин оценили запах каждой футболки. Оказалось, что участники, которые питались растительной пищей, пахли вкуснее. По словам женщин, запах их пота был более цветочным, фруктовым и сладким. Запах пота мясоедов они назвали резким и неприятным. Сегодня быть веганом проще, чем когда-либо. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и сытных блюд из цельного зерна, фруктов, орехов, семян и овощей. А если не хотите готовить сами, веганская еда есть в любом супермаркете или кафе. Поскольку спрос на такую продукцию постоянно растет, производители стараются выпускать все больше растительных альтернатив традиционным молочным продуктам и мясу. На прилавках можно найти растительные гамбургеры, мороженое, йогурты, сливки и даже майонез. Пару лет назад французские мясники попросили защиты полиции от веганов. Федерация мясников попросила правительство защитить своих членов от физических, вербальных и моральных атак веганов, которые стремятся посеять страх и уничтожить культуру потребления мяса. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма. Закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь. 18 тысяч мясников считают, что веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию. Битва между вегетарианцами и мясоедами ведется не первое десятилетие. Каждый готов предложить кучу доводов, подтверждающих, что именно их подход к питанию является правильным и здоровым. С новой страстью спор разгорается сейчас, когда ученые опубликовали очередное исследование на этот счет. В нем приняли участие более 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Было известно, что все они были в принципе здоровы и придерживались одного и того же типа питания в течение последних пяти лет. Участников разделили на две группы. Одни ели все без ограничений, а другие не употребляли в пищу рыбу, птицу и красное мясо. Каждый из тех, кто принял участие в эксперименте, сдал 19 разных анализов. После того, как ученые разобрались с такими факторами, как ожирение, возраст, пол, лишний вес, вредные привычки вроде курения и употребления алкоголя, зависимость между результатами сданных анализов и риском для здоровья была довольно очевидна. Вегетарианцы оказались в выигрыше по 13 позициям из 19. У тех, кто отказался от мяса, уровень так называемого плохого холестерина был существенно ниже. Это значит, что, скорее всего, сердце, сосуды, печень и почки вегетарианцев были в гораздо лучшем состоянии, чем у тех, кто не отказывался от мяса. Но не по всем показателям вегетарианцы опередили мясоедов. У многих из них был обнаружен недостаток витамина Ди и кальция. Хорошего холестерина также оказалось маловато, а вот триглицеридов было довольно много. Это значит, что кости и суставы – одно из слабых мест в вегетарианском организме. В любом случае, к исследованию стоит присмотреться повнимательнее, а результаты взять на заметку. Переходить на вегетарианство полностью не обязательно, если не хочется. Как вариант – флекситарианская диета. Мясо есть можно, но в довольно малых количествах. По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14-ю граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов наоборот съедать в два раза больше, чем сейчас. 32-летние близнецы Хьюго и Ростернер из британского города Эксетер решили выяснить, какое питание лучше – веганское или всеядное. Братья провели трехмесячный эксперимент, за которым следили биологи Лондонского королевского колледжа. Итак, на веганской диете Хьюго сначала похудел на 4 килограмма, а потом почти полностью вернулся к первоначальным данным – 82 килограмма и 12% жира. Но уровень холестерина в его крови значительно снизился. Он также, по его собственному признанию, стал чувствовать себя активным и бодрым, но практически полностью утратил интерес к сексу. К тому же у него возрос риск болезни Крона – воспаление пищеварительной системы. Организм Роса, питавшегося три месяца мясной пищей, серьезных изменений практически не претерпел. За время эксперимента устал весить на 2 килограмма больше и на 2% поднялся уровень жира в организме, но основную часть набранной массы составила мышечная ткань. После эксперимента братья Тернеры признались, что не намерены питаться одинаковым способом, так как ни одна из диет, как им кажется, не является абсолютно полезной. Почти детективная история. Ресторан Eleven Medicine Park, расположенный в самом сердце Манхэттена и неоднократно попадавший в список лучших заведений мира, оказался в центре скандала. В мае прошлого года шеф-повар Дэниел Хам заявил, что отныне в его заведении будут подаваться исключительно веганские блюда. Каково же было удивление гостей, когда выяснилось, что в ресторане есть тайный зал, в котором подают фуа-гра, карпаччо из говядины, жареных цыплят и свинину. Также среди позиций есть блюда из осетрины, палтуса и морских гребешков. По словам инсайдеров, тайный зал предназначен в основном для корпоративных мероприятий и приносят ресторану основной доход. Это заведение олицетворяет Манхэттен, где царит высокий уровень роскоши. Есть секретная комната, где богатые едят говяжью вырезку, и основной зал, где простой люд получает кино с баклажанами, написал ресторанный критик New York Post Пит Уэллс. Представители ресторана воздержались от комментариев, в то время как источник, близкий к шефу, объяснил журналистам, что все мясные блюда готовились на отдельной кухне. Если говорить о веганских ресторанах как о полноценном бизнесе, то это скорее тренд и дань моде. Поэтому мы все чаще видим в меню заведений веганские блюда, которые с каждым годом становятся все более гастрономическими, что не может не радовать, конечно, так как еще несколько лет назад веганское блюдо означало овощи на гриле. Это все к данному часу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин